Первая трагедия на воде в этом году. Сегодня спасатели получили сигнал о том, что в Баргузинском районе, в местности Мыс Крестовый, пропал мужчина. Около 13 часов, примерно в 400 метрах от берега, на глубине около 8 метров, в воде спасателями был обнаружен снегоход. Недалеко от него вскоре нашли тело мужчин. Им оказался житель поселка Усть-Баргузин, 1988 года рождения. Спасатели напоминают, до 10 февраля выезд на лед Байкала запрещен. Опасно и на дорогах. Несмотря на то, что улицы посыпают, скорость стоит сбавить. А иначе рискуете повторить судьбу водителя этого седана. Или этого универсала. Машина протаранила здание Кабанской администрации. И еще одно предостережение. Россияне стали получать звонки с просьбой открыть дома все газовые конфорки. В основном выходят на детей. Им говорят, что якобы так нужно проверить исправность системы. На самом деле это мошенники, предупреждают в МЧС. В сети предполагают, что анонимные звонки на телефоны российских школьников могут поступать из Украины. Выбивали признание. В Бурятии осудили двух сотрудников полиции, которые кулаками заставляли подозреваемых давать нужные показания. Севербайкальским городским судом Республики Бурятия. Иги Азаров признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мельник признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Теперь уже бывшие сотрудники полиции признались, что хотели так повысить свою эффективность. Между тем, в Бурятии снизилась преступность. Такие данные приводит прокуратура. В 2022 году зарегистрировано 19 955 преступлений, что почти на 4% меньше, чем в 2021. Стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, мошенничеств, хулиганств, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В то же время возросло число убийств и покушений на убийства. Преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов, краж автомобилей, неправомерных завладений транспортными средствами, хищение сотовых телефонов увеличилось на 20%. Также стало больше преступлений, совершенных в сети интернет. Ася Касьянова, Абату Гармын, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова